Славка, объявляй карательно-унизительный номер Итак, после пластической операции Вот у вас новое лицо, вот вам зеркало, знакомьтесь Это что такое? Это что? Это просто пакет подожгли и на лицо накапали мне, что ли, а? Господи, это что у вас в кармане зимние куртки лежало, и вы мне пришили, что ли, а? Это что, блин, собака с улицы притащила? Что это такое? Это в магазине все по 48, вам за 47 продали, что ли, а? Где вы вообще эту кожу взяли? Из дубленки дукалиса, что ли? Я понял, это розыгрыш, и сейчас Валди сперешь, мне вместе с цветами нормальное лицо принесет, да? Нет, женщина, успокойтесь Женщина, да вы что, блин? Какая женщина? Привет всем! Так, тема игры какая? Земля! Ух ты, земля на этот раз, ты смотри Что говоришь, мальчишка? Да-да-да, очень дорогая тема в Москве Вы знаете, эх, ё-парасоте, потерял Чё потерял? Рот закрой, говорю, я потерял Ты чё так разговариваешь? Слышь, уроды, говорю, давай искать Чё искать? Да ну вас! Здорово, Костя Слушай, ты случайно мою субординацию не видел? Не, просто хамство на месте, я не знаю Чё ты ржёшь, Нагиев, говорю, субординацию потерял Так, пригоди, а ну-ка, быстро! Костолей Иванович, извините, пожалуйста, ну не обращайте внимания Нагиев, ну чё ты ржёшь, действительно? Ну травма у человека, понимаете, травма Друзья, помните, рубль упал? Помните? Так вот он прям вот сюда вот упал Прям грохнулся, да Так что, выше рубль Москва, Камызяки Поёте постоянно? Не знаю Кстати, вот у меня Аркадий тоже очень талантливый Он у меня, между прочим, стихи пишет Да закрой ты свою чавкалку! Я же действительно очень талантливый и стихи пишу Моё стихотворение называется «Мне твоё молчание словно в уши мёд» Мне твоё молчание словно в уши мёд Так что, Валентина, закрывай свой рот Мы с тобою вместе очень много лет Рот закрой свой, Валя, ты наш пингалет Ты, наверное, скажешь, что я группы резок И я отвечу «Валя, захлопни хлебовеску!» Сильную имеешь надо мною власть Если не открыта твоя, Валя, пасть Ты посмотри, как тихо слышно, как муравьишка сухую муху несёт А всё потому, что, Валя, ты закрыла рот И нет другой такой бабы в мире, что сейчас со мною живёт Чтоб могла бы так же, как моя любимая Закрывать свой поганый рот Я люблю тебя Рот, Валя! Ну чё? Не слишком по-детски? Чё думаете? Я думаю, водочки всё-таки маловато будет На нашем телевидении в репортажах про пожары Почему-то первыми берут интервью именно у таких людей Снимаешь? Поехали! Здравствуйте, скажите, что здесь произошло? Я не знаю Просто сидели, праздновали день рождения Потом какие-то люди нас через форточку вытащили Я так понимаю, вы из этой квартиры? Нет, я сама с посёлка Тахта Ставропольского края У меня там дом Клубники 30 кустов, сорт гигантела Яблоня китайка, правда, не плодоносит 3 года Экология, чё, понимаете? Собственно, зря спросил А что вы делаете в Москве? Просто после кризиса 98-го года я временно безработная А здесь кое-какие вариантики наклёвываются, да Скажите, а что с ним? Ему нужна помощь? Да нет, он просто устал, он подарок нёс А что подарили? Газовый баллон, да Бежим, бежим! Какой мужчина, глядь! Друзья, когда слушаешь русский шансон, то создаётся впечатление, что тюрьма — это самое чудесное место на Земле Где сидят талантливые, образованные, любящие маму люди Итак, в Камазякской тюрьме Запахло весной Так, а ну-ка вставим все быстро, ровняйсь смирно! Что случилось, начальник? Я тебе сейчас дам, что случилось? Ты чё, выперся, марш в камеру себе! Отдай фуражку! Ответьте мне на один единственный вопрос Вы надзиратели или идиоты? Надзиратели! Не надо ничего говорить, вы надзиратели и идиоты! Вы знаете, что месяц назад из нашей тюрьмы сбежал заключённый? А, вот почему у нас одна порция еды остаётся Заткнитесь! Мало того, что он сбежал, он нас на всю страну опозорил Он про это песню написал, где всё подробно рассказал А чё за песня? Вот, пожалуйста, слушайте Я сбежал с Камазякской деревой Это про нашу, он поёт? Там в охране топые, обетные Это вот про вас! Сбежать было сложно мне, ребятки Я даже возвращался за кружкой и зарядкой А? Человек сбежал из тюрьмы, вернулся за кружкой и зарядкой и снова сбежал Вы где были? Мухамбаев! Чё сразу Мухамбаев, я вообще ничего не делал? Я знаю! А Мухамбаев, как всегда, вообще ничего не делал Мухамбаев, ты у нас уже два года работаешь Ты когда официально устроишься? Мне за подлом ментом быть А чё ты тогда сюда приходишь? Чтоб дома с ребёнком не сидеть Заткнись сейчас Командир! А про меня петь будут или мне можно домой пойти? Нет, Куницын, стой и слушай Аверто Хайкуницын с вышки даже не стрелял Аверто Хайкуницын мне в картишке проиграл Надо матушке позвонить Заткнись! Я тебе сколько раз говорил Не играть с заключёнными в карты Говорил? Говорил! Я тебе это говорил, когда мои квартиры и машины были твоими квартирой и машиной Товарищ командир, а где вы вообще нашли эту песню? Помните, я на день полиции ездил в Кремль на концерт? Ну? Он там эту песню пел Я знаю, что нужно сделать Нужно связаться с московскими коллегами Объявить план перехвата и жучить его Всё! Не надо! Не надо! Что тогда делать? Надо русский шансон слушать до конца Ты заходи ко мне, московская братва Арджи Никитза, 27, квартира, 42 В Москву! Ура! В комаркировку! Давайте знакомиться с коренным населением нашего города Итак, жизнь и приключения камазякского авторитета Дениса Алькапунина Здорово, бандиты! Ты в ясные очи! Хорепричать, салаги! На, лося! Ты чё, бычара? Ха! Ногу отпустил? Да хорош! Вы не могли потише играть? Я тебе сказал, ногу отпустил? Да хорош! Руку и ногу отпустил! Ты чё, не понял меня, что ли? Всё нормально! Всё нормально! Он мне по руке попал! Слышишь, ты, Рэмбо? Да это комплимент! А сейчас за чё? Короче, ты местный? Да! Слушай меня сюда, местный! Где здесь трампфункт? Сам найдёшь! Свободен! Эй! За, за мной! Знаете, что мои баллы, иди во меня! Ну что ж, начнём! Жизнь и приключения камазякского авторитета Дениса Алькапунчика Здорово, бандиты! Пришёл, пришёл, бычара! Где бабки? Да! 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 Да, корот! Да! Хорош! Хорош! Ещё раз так сделал! Да хватит, что меня попало, елло! Короче, ты когда бабки вернёшь? 15 мая Вот слушай меня сюда, придурок! Да-да, слушай! Короче, придурок! 25 мая я плачу кредит! И если у тебя там чё-то не получается, просто позвони, я перезайму! Ну понимаешь, в пеня идёт! Понимаешь, в пеня! Я пошёл! Придурок! Ну чё, как я его... Плохо, очень плохо! Плохой опыт тоже опыт... Эй, пошли! За мной! Эй! Вашему вниманию школа Камазякского контемпа! Готовы? Покажите, пожалуйста, номер! Плохо! Девушки отдыхают... Ваши родители вообще в курсе, что вы делаете? Пап, ты же в курсе. Конечно. Да, все нормально. А до этого чем занимались? Мануальная терапия, но она не пошла. Друзья, мы много раз показывали Камазякские муниципальные учреждения, но до сих пор не показали учреждения, с которого все начинается. Итак, Камазякская средняя во всех отношениях общеобразовательная школа. Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть! Что ты, смерть или исцеление к коллегам? Проведите, проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Ну, коллега, я понимаю, год литературы, но все-таки я предлагаю оставить старый добрый звонок. Правильно? Звоночек. Во-первых, звонок, он громче. Во-вторых, он не пьет. И в-третьих, его не надо где-то две недели искать, он всегда в школе. Правильно? Согласны. Ну что ж, начнем наш педсовет. Значит, я только что был в Рейно. Нам повысили зарплату. Вот так вот, да. И на сколько? На метр. Раньше на пол бросали, теперь в руки дают. А? Зауважали? Зауважали. А теперь плохая новость. Нашу школу закрывают. В смысле закрывают? Вот так вот, в Рейно, потому что узнали, что вы продаете ответы на ЕГЭ. Ой, положа руку на сердце, во всех школах продают ответы на ЕГЭ. Ну там хотя бы правильные ответы продают. А не как вы взяли на обум, просто понавтыкали. Получается, вы детям цифры продали? Бессовестные, развели коррупцию. Кумовство. Рената Маратовна, вот ваша дочь, например, всю жизнь двойщицей была. А тут вдруг раз, и на золотую медаль пошла. А ничего, что это и ваша дочь что-то. Хватит. А, я не понимаю, вы вообще почему на нас олете? А? И педсовет почему вы ведете? У нас же директор есть. Да ладно, чего вы ругаетесь? Все, заткнитесь. Значит, надо школу спасать. Что делать? Что делать? Снимать штаны и бегать. Учитель танцев, прекратите. Вот из-за таких, как вы, в Оренбурге школу и закрыли. Да, да, да. Да, да, да. Остается только одно. Надо писать письмо президенту. Президенту? Да. Писать? А почему нам просто не поймать вай-фай и не отправить письмо по интернету? Чтобы поймать вай-фай, нужно думать, как вай-фай. Пишите, значит. Уважаемый, с большой буквы, Владимир Владимирович. Ну не надо все большими буквами писать, он подумает, что мы на него кричим. Не дай бог. Уважаемый Владимир Владимирович. Только обязательно напишите Путин. А то вдруг Познер подумает, что это письмо ему. И ночью просто поговорит об этом, когда все спят, и проблемы не решится. Согласен. Правильно же? Согласен. Правильно. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, в скобочках, не Познер, а Путин, э, В Путин, просим вас. Напишите, приказываем. Что? Да, приказываем. Путин. Чтобы он сразу внимание на это письмо обратил. Нифига себе, а кто это мне тут приказывает? А потом допишем, шутим, шутим, просим. Да, хорошо, да. Нормально. Напишите, шутим, шутим, просим. Шутим, шутим. Зачерпните, напишите, любим, любим, просим. В скобочках, не приказываем. Не приказываем, как-нибудь с улыбкой напишите. Все, с уважением, камазягские, соответственно, российские учителя. Не получится ничего у вас. Что уплачет, Рената Маратовна? Переживаю, Азоват Тахирович, дойдет наше письмо, не дойдет. Закроют школу, не закроют. Дорогие друзья, а можно мы этот номер остановим именно в этом месте? Потому что если мы покажем этот номер до конца, нашу школу реально могут закрыть. Ну, мало ли, письмо не дойдет. Причин масса, в общем. А так вы чуть-чуть просто в Москве что-то не получите. А кому взять и школа останется? Можно? Спасибо, спасибо, спасибо. Слушайте, я как знал, что на вас в финале нельзя будет положиться, поэтому пригласил сюда к нам на сцену человека, без которого бы нашего финала не было. Встречайте, наш земляк, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Сам себя считаю городским теперь я. Что с моей работой здесь, мои друзья. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Семенович, а эти золотые медали нам? Нет, нет, нет. Ваши вон, на елке, наверное. Так. Я вот, пользуясь случаем, хочу с первого канала поздравить всех с наступающим Новым Годом и вручить медали от мэрии города Москвы. Вот, например, вот эти две медали хочу вручить Гуфу и Тимоти. Что они такой клип про Москву сняли? Москвичи посмотрели и поняли, клип плохой, Москва хорошая. Молодцы. Так что вот, передадите. Значит, ты Тимоти передай. Кто-нибудь Гуфу передайте. Наркоманы есть в команде? Вот. Вот ты в коротких штанишках в декабре. На. Передашь Гуфу. Значит, вот. Это вот Диме Билану. За концерт в Самаре. За то, что они детскими поступками построил детские площадки. А Москва здесь при чем? В том-то и дело. Слава богу, Москва здесь ни при чем. Так, кто передаст Билану? А, вот ты, Гуфу будешь передавать, там и Билану передай. Так, вот эти четыре медали передайте братьям Запашным. Вот, которые Тигров дрессирует. Да почему четыре? Их же двое. Да ладно, уже двое? Жалко. Ладно. Так, это значит Лепсу за его творчество. Это Газманову за его творчество. Это Юркису. А ему-то за что? Так, хватит. Все. Я просто иду по списку. Так, одну мне медаль дайте. Я ее другу вручу. А, Владимиру Владимировичу. Так, еще одну дайте мне, да? Кстати, встречайте, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Сергеевич Песков. Добрый вечер. Здравствуйте. Показалось. К сожалению, президент Путин сегодня не будет на КВН. Он сейчас на очень важном совещании решает очень важные вопросы, но тоже с КВНчиком. Я, кстати, тоже мог сегодня не быть на КВН, если кто-то из жюри не забрал ключи от дома. Команда, к вам вопрос. Вы зачем людей из правительства отвлекаете от их прямых обязанностей? Вот-вот тоже хотел спросить, да. Зачем приглашаете на КВН? На КВН нужно приглашать каких-то именитых КВНщиков. Абсолютно с вами согласен, Дмитрий Сергеевич, абсолютно. Да. Я не знаю, ну есть же КВНщики хорошие. Ну вот Азамат Мусагалиев, хороший КВНщик. Талантливый. Смешной. Да? Да. Или вот Денис Дорохов. Да. Тоже очень. Извините, пожалуйста, напомните, Денис Дорохов это кто? Ну, Сергей Семенович, я думаю, вы прекрасно знаете, кто такой Денис Дорохов. А, да, вспомнил. Это урод, да, этот? Ну, я так не считаю, допустим, да. Ну, а что тут, ну, урод и урод, что-то такое. Ну, зачем вы так говорите? Вот это ваше мнение, а мое мнение, что он урод. Ну, как же не только мое мнение, то он мнение. Ну, сложилось такое мнение, урод и урод, что он урод? То есть вы считаете, что он урод? Ну, давайте, перестанем. Давайте, ну что мы, Дмитрий Сергеевич, будем ссориться из-за какого-то урода? Ну, хватит. Значит так, уважаемая команда, к вам. Мы вам желаем удачи, успехов, вперед! Вперед, удачи, успехов, вперед, победе! У вас есть что сказать? Да. Дорохов, не урод! Тюбиняки, тю-тюбиняки, чудо-городов! Тюбиняки! Короче, пацаны, как могли. С праздником! Сегодня команды зовут своих друзей с КВН, а мы играем первый год, поэтому у нас таких друзей не особо много. А звать тех, кому самим помощь нужна, ну, как-то странно. Благо, благо кое-какие связи остались с 2014 года, поэтому встречайте, мэр Москвы Сергей Семенович Савянин! Сам себя считаю городским теперь я, но в конце всех мои друзья. Полы какие хорошие у вас. Чего не меняете? Ладно. Ну что ж, добрый вечер, москвичи, гости столицы. Александр Васильевич, а где? А вот. Ладно, шучу. КВН же. КВН же? КВН. Так, вы кто? Мы Крым. Ну так и что? Нам помощь ваша нужна. Денег нет, какая помощь? Какую-нибудь шутку. Шутку? Я шутку? Слушайте, ребята, я знаете, так скажу, не Крым, все слушайте. Максим, записывай. В общем, смотрите. Я не шучу, друзья мои. Я все это время не шучу. Если кто-то беспечный думает, что я шучу, я не шучу. Я сам в группе риска. Из этого вируса снять могут. Вы че? Так что... Встречайте, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Сергеевич Песков. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Семенович. Дмитрий Сергеевич. Да. А вы почему без маски? Так я ж переболел. Реально или по новостям? В смысле, а какая разница? Ну, конечно, до конца хорош. Так, что за помощь нужна? Так вот, КВНщикам шутку надо придумать. Шутку? То есть, по-вашему, седой, уставший человек источник для шуток? Здравствуйте. Александр Васильевич. Сергей Семенович. Здравствуйте. Батя Сегеевич. Здравствуйте, уважаемые крымчане. Алим, Рустик. Андрон, Антон, Саша, Энчик. Здравствуйте, уважаемые жюри. Максим, Дмитрий, Валдис, Пелагея, Вячеслав, привет. Здравствуйте, уважаемые зрители. Геннадий, Ирину, Валентин Панов, Саша. Я мог бы перечислять всех зрителей в этом зале, но в этом нет необходимости. Ну, потому что все здесь любят КВН. И я люблю КВН. Я помню, в студенческие времена мы не пропускали ни одной передачи. Записывали буквально каждую шутку. Было у нас такое домашнее задание. Так, крымчане, чем вам помочь-то? Да, ничего не надо, спасибо. Как это? Я же здесь чисто из-за вас. Не, ну если разобраться, это мы здесь чисто из-за вас. Смешно. Но, может быть, есть какая-то мечта? Ну, вообще, мы мечтаем попасть в финал. Но мы хотим это сделать точно без вашей помощи. А вот это правильно. Уважаемые жюри, нужно, чтобы Крым попал в финал, но без моей помощи. Справитесь? А то в Америке не справились. Ну, ладно. С днем рождения, КВН. С днем рождения, КВН. Тоже. С праздником! С днем рождения, КВН. Сборная Камазякского края по КВН-у совместно с темой музыкального домашнего задания «Магия огня» представляют сказку «Маугли и огненный цветок». «Маугли, маугли, 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 сделать лучше лучше зацените помоги помоги я солдат твоей любви как-нибудь подскажи я не знаю похож на бадрахана шукенова так тихо орел что-то говорит что там пожар уже джигурда ох уж эти рыжие псы давайте давайте обезьянки спасайтесь кто хочет а я не буду спасаться мне интересно посмотреть я сейчас вас буду любить по-русски потом любить по-русски 2 и выкладывать в youtube ай-яй-яй-яй-яй-яй такой маленький а уже джигурда это же не джигурда это же шерхан хотел напугать лучше зацени помоги помоги я солдат твоей любви как-нибудь подскажи я лобанов нифига себе ты копнул короче короче стая нужен новый вожак чё ты заладил одно и то же каждые четыре года новый вожак новый вожак посмотрим что еще на это скажет сталин ой сталин говорю стая свободная стая баукли помощь надо нет акелла нет акелла пока помощь не надо лучше зацените джули джулия джули батырхан шукенов вас не запутаешь ладно ну что акелла брат акелла промахнулся акелла 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 везде промазал асма вроде он попал ну что как сам как самка пацан как все нормально привет передавать о брат балу а чё это у тебя лапа мокрая а весна ты же только проснулся кстати спасибо тебе что научил меня языку животных а ну-ка чё дура не нравится разводись очень похожи о мудрый о мудрый гладкий к ухты настоящий ну что как настроение чемоданы ты чё опять на газете с анекдотами уснул что ли ладно а где же багира она вон под той кокосовой пальмой да да пока багира под кокосом она нам не помощник а а шерхан требует нового вожака тогда мы принимаем бой мы принимаем бой мы принимаем бой и тебе душ принять надо и супчик поесть тогда я быстро в дождь давай давай главное против шерхан и это тактика вот я не люблю когда без тактики понимать кто-нибудь знает где он живет послушай-ка не надо все оставайся маугли чтобы победить шерхана тебе нужен огненный цветок а где же его взять только я знаю но мне нужен стимул а мне нужен новый ремень понял я пули понял я пули такая странная траектория у пули но сейчас реально придется ждать потому что только он один знает свободная стая готовитесь к битве да первый раз вижу тигра под ягуаром а мы пойдем на север а мы пойдем на север послушай шерхан еще раз такая одна выходка и вы на север не пойдете а вас повезут понятно я нашел нашел молодец неси быстрее 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 давай еще быстрее еще 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 быстрее быстрее неси 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 молодец молодец вот 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 теперь вот так всегда ходи ну все огненный цветок мечты сбываются закон наших джунглей у кого огненный цветок тот и вожак стаи нет нет кто вожак стаи у того огненный цветок а у меня они вот это вот картонка что я буду теперь с ней делать а я понял чтобы победить шерхана нужно на битву с ним выставить самого старенького сейчас же можно на всякие битвы конкурсы стареньких посылать давай брателла келла не подведи шерхан выходи а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Маугли, сейчас я буду петь свою последнюю песню Весь покрытый зеленью, абсолютно весь Остров навезения в океане и... Ну всё, теперь держись Это тебе за Акеллу Это тебе за Лягушонка Это тебе за Елену Малышеву А что я ей сделал? А что мы все ей сделали? Это тебе за российский биатлон Эх, промазал А это тебе? Стой, не убивай меня! Нас осталось всего 29 И я по-бабушке уссурийский Ну... Ну тогда это тебе... Это тебе... Это тебе, я не могу... Ага! Купился! Теперь у меня... Просто Аккордонка Формулируй мечты правильно Ага! Купился! Ты что, живой что ли? Друзья! Друзья! Вот так вот Камызяк всегда побеждает зло Всякими юморами и прикольчиками всякими Вы знаете, признаться честно Мы специально показали сказку Маугли Потому что каждый актер знает, что переиграть животных на сцене невозможно И еще Спасибо КВНу за волшебство Буквально только что мы были животными А сейчас стали людьми Собственно говоря, этим превращением КВН занимается уже очень много-много лет Очень просто влюбиться в Камызяка В жизни хулиганы, а на сцене симпатяги Если надо, помогут переигряги Ай, Камызяки, ай, ай, Камызяки Ай, Камызяки, ай, ай, Камызяки Ай, Камызяки Ай, Камызяки, ай, Камызяки Хотим вам рассказать про город Камызяк Шепотом Все очень плохо там, чьего греха таить Опотом И весь запас Камызяк Ай, Камызяки Сейчас во рту у мэра города А молодежь чуть-чуть закомплексована Все время грустно смотрит в пол А в Камызяки Все самое модное Постой или аж при антропове По воскресеньям все смотрят на облака Если, конечно, нет дождя Пятнадцать тысяч населения города Это примерно триста долларов И этот гимн наш чуть-чуть не дописаны И в рифу не заканчивается Дорогие друзья, как вы поняли Речь в музыкальном домашнем задании Пойдет о городе Камызяк Город Камызяк Кто знает, может быть, кто-то из присутствующих в этом зале Захочет приехать, посетить наш город А может быть, кто-то из портера даже купить Итак Начнем Хаос — это тоже порядок Именно такая табличка висит на Камызякском РОВД Камызякский РОВД Гражданин Кулясов Роман Перестань давить на жалость Рассказывай, как все было Я же говорю, я очень ранимый мужчина Я тоже, оказывается Подвозил девушку Красивую Снукшибательную Влюбился Пригласил на свидание Сидим, болтаем Час прошел, она начала деньги требовать За что? За то, что час прошел Да что непонятно Вот это зигзаги судьбы Панекин, заводи ее Руки убрал Давай, пошла Руки убрал Руки убрал Не надо меня провожать Я РОВД лучше, чем ты знаю Рот закрой свой Еще я с мусорами здесь воздух не делила Села Фамилия, имя? Пономарева Снежана Настоящий, говори Пономарева Анжела А нафига было менять? Ну город маленький Нафиг мне эти сплетни нужны Че гонишь? Ладно, рассказывай все как было Ну значит так В девяносто пятом году Закончила школу Решила поступать в пединститут Это можно пропустить? Нет, это очень важно Поступила, закончила Получила диплом Учитель русского языка и литературы Блин, да это можно было пропустить Если б я знала, что у меня потом Зарплата будет шесть с половиной тысяч рублей в месяц Я обязательно бы это пропустила Ладно, рассказывай дальше Дальше работала Получила звание учитель года Это можно не рассказывать Да нафиг мне это звание нужно Если им даже рассказывать никому нельзя Для чего он вообще? Ладно, ладно, дальше Ну так вот Получила звание учитель года Вручили цветы мне, значит, грамоту Дети какую-то песню спели, значит Вот здесь Что вот здесь, Кулясов? Вот здесь час закончился Слушай, Кулясов Давай сейчас шеф придет Ты ему все объясни Мне тебя жалко Ну пожалуйста Нет, я тебе сказал Ну Заводокируй, ну пожалуйста Я тебе сказал Это пистолет Это табельное оружие Ты понимаешь? Я тебе меньше, чем за пять тысяч Не могу продать Что здесь происходит? О, училка, ты тоже здесь? Привет, Селёж Привет Ты у меня это наручники забыл Давай не сейчас Что случилось? Что случилось? Что случилось? Из Москвы звонили Едет к нам проверка Они не кайфовать Че им надо опять? А потому что нечего Такие отчеты отправлять Ты зачем им написал Все нормально Не приезжайте, пожалуйста Че теперь делать? Вот че теперь делать? Надо что-то делать Иначе все Слушай, училка Не сядешь на пять лет? Ну ты мои расценки знаешь Четыре тысячи час Четыре тысячи час Пять лет Слишком дорогое удовольствие Давай иди сюда Будем писать объяснительную Пиши объяснительное Через О пишется объяснительное О, О Круглое О О Это Т, придурок Да че делать? Да че делать? Я сам не знаю Че делать? Поистине говорят Гоголь на все времена Даже спустя почти 200 лет Нас всех заставляет Что-то делать Не острые нужды народа А то Что к нам едет Ревизор из Москвы И фига себе это завернуло На учитель года Ёлки Дорогие друзья Ну а сейчас Наша гордость Наша гордость Легендарный Камызякский Государственный Только на бумаге Ансамбль песни И если есть место Пляски Имени инородного артиста Молдавской ССР Дениса Игоревича Ротару Руководитель коллектива Дважды кавалер Нашей бухгалтерши И дважды лауреат От нее за это премии Ренат Маратович Кадышев Солирует И не убирает за собой Автор и исполнитель Чужих песен Обладатель Редкого голоса За ЛДПР Вячеслав Николаевич Нюша Ребята, вы там переоделись? Да, да, да Я просто не депутат И не могу так долго Ахинею нести Вокально-хореографическая Зарисовка Вишня белоснежная Цветет Смотрим Put your hands up Под окном высоким Под окном широким Вишня белоснежная Цветет Там за этой вишней За листвой густою В паре с девкой Разговор ведет Ну давай, ну чё ты Дай хоть поцелую Ничего уж за вишней Не видать Девка отвечала Уже поздновато Батя будет злиться И искать Ну чё ты, чё ты, чё ты Точно чё ты Где там? Батя заругался Дочь, я волнуюсь Крикнет мать Прибежит соседка Надя, что случилось? Все деревни кинутся искать А там за этой вишней Хитренький парниша Девку в щёчку макнул И бежать Замысл этой песни Не сажайте вишню Ничего за вишней не видать Раз, два, три Стойте, стойте, стойте Стойте Почему? Это наш самый смешной Зрелищный номер Муха сейчас должен был Оттолкнуться от челюсти И сделать сальто Я две недели Испандер жевал Ты чё? Я знаю, что это наш Самый смешной номер Но если мы его покажем Мы выиграем Ну? Ребята, ну как вы не понимаете Мы играем в Казахстане Против казахов Они ещё ни разу не выигрывали Нам надо специально проиграть Ты чё думаешь? Если б мы играли в Москве Они бы специально тебе проиграли? Да они 15 лет так делали Пришло время отплатить, пацаны Да ты-то тут здесь при чём? Как при чём? Я казах Я казах Я хочу, чтобы кубок был у казахов Ну давай выиграем его И он будет в России, но у казаха Пацаны Я просто хочу помочь своим Ты чё? А мы чё? Не свои тебе, да? А? Парни, подождите Я запутался Вы понимаете? Я очень сильно запутался Когда я приезжаю из России в Казахстан Я здесь для них русский А там я в России То бурят, то калмык, то якут Я хоть где-то вообще казах Вы понимаете? Я и есть тот самый свой среди чужих И чужой среди своих Парни, я вас по-братски прошу Давайте сдадим игру Я просто хочу побыть немного настоящим казахом Что значит? Как это побыть настоящим казахом? Что это? Ничего не делайте, оставаться красавчиком Смотри, Азамат Ты сейчас можешь стать героем для 18 миллионов И предателем для 140 Решай Казахстан или Россия? Давай Так нельзя Так нельзя говорить Казахстан или Россия Понимаете? В детстве у каждого ребенка спрашивают Ты кого больше любишь? Маму или папу? Это самый сложный вопрос для ребенка Я вам так скажу Я свою маму очень сильно люблю Но кровь во мне течет Отцовская Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Рахмет, Казахстан Все рассветы и закаты Радостили боль утраты Мы всегда с тобой делили пополам И под нашим общим небом Нас объединило лето Где теплом Россию встретил Казахстан Мы вместе день встречаем И об одном мечтаем Чтоб у нашей дружбы Не было границ И если станет трудно Мы все поможем друг другу Снова будем делать Новые шаги Навстречу друг другу Новые шаги Это история очень похожа на сказку И могла произойти только в одном месте Итак, Сочи Ночной клуб Золушка Дискотека 1975 Трек В нашем королевстве Не найти пустого места Сам утил король Сегодня бал Весь лица Весь ли свой народ Но ровно в полночь Что-то произойдет Золушка Я так рад, что я тебя встретил Мне кажется, что я влюбился Мне кажется, что я тоже Очень сильно тебя люблю Что с тобой? Ой, что-то я себя плохо чувствую Золушка, куда? Золушка, подожди Твою дивизию Бранхит тоже вернулся Золушка Золушка Я сейчас все объясню Не до тебя, отец У меня невеста пропала Золушка Принц Принц Крестная Крестная Ну как в Таиланд слетал, братишка? Я Золушка Подожди-ка Мама Это что за зелье такое? Фу, хватит Нормальное зелье было Нормальное зелье Просто много побочных эффектов Я же не виноват, что вы русские До конца инструкцию не читаете Там русским языком было написано Не чесать Не чесать вместе получается Чесать нельзя, понимаешь? Признавайся, чесала где-то? Слушай, что мне теперь делать? Кто поможет мне? Я помогу вам Я Робин Губин Я отнимаю время у богатых А у бедных Я тоже отнимаю время Слушайте мою новую песню В небе тают облака Усман Значит, 30 лет назад Я, Александр Васильевич Здесь, в Сочи Вот это прекрати, что ли, Робин Губин Мы узнали тебя Ты опять отнимаешь У нас время Ну да хватит Пошел вон отсюда Знаешь, я знаю, как тебя спасти Тебя спасет поцелуй истинной любви Или мазь Кюбик? Тазик Побежали ко мне домой У меня дома много тазиков Побежали быстрее А в это время Во дворце Царь идет Значит Сказка вдруг В тишине Постучалась В двери Неужели Ты ко мне Верю И не верю Танцуют Все Все Танцуют локтями Все Танцуют локтями Папа! Папа! Идите, поешьте Папа, я хочу жениться Ну, наконец-то Так, лучника ко мне Значит, давай Натягиваю лук Куда стрела попадет Там будет твоя невеста Не-не-не-не-не-не Ты не понял Мое сердце принадлежит Другому человеку Подожди Во-первых, сынок Ты об этом не ори А во-вторых, донор Все подписал Твое сердце принадлежит тебе Папа, ты не понял Я влюбился Но потерял невесту Вот единственное Что от нее осталось Что это? Винт от вертолета Крыша от беседки Папа, это шлепок Это еще и нанохо одевают Прикинь? Сынок, если она в плац ушла Мы этого ламантина хрен догоним Папа, пойми, нам надо ее найти Сынок, ты что, хочешь жениться на Йети? У нас же во дворце потолки 2.30 Сынок, давай не будем ее искать Давай сюда пару ставим И в Турцию рванем, а? Папа, да хорош же, ну Папа, пальцы скользкие Пальцы, иди ищи стрелу давай Сынок, не переживай Найдем мы твою зубу, конечно В это время дома у феи Такая, знаешь, где же эта банка-невидимка, елки-пай А, вот она Ес Но она пустая Но у меня есть другие мази Ес Но я их никогда не пробовала Но ты на все согласна, я вижу, давай Попробуем Ну как? Ну как? Блин, это муха Давай вот эту, встань подальше Ага, ага Готова? Давай О, ноу Это вообще что-то радиоактивное Надо подальше убрать На, вот побольше Ну вот, совсем другое дело Фу, слава богу Нет, женщина, извините, обратна Знаешь, как сделаем? Давай пойдем к восточному мудрецу А почему именно к восточному? Ну ты что, телевизор не смотришь, что ли? Сейчас на западе мудрых людей очень мало Пошли А в это время во дворце короля Ну что ты, царевич, притих Обида залита в груди Не можешь ни хавать, ни пить Елки-палки, не хочется жить У вас все? Да? Казнить Сынок, не переживай, найдем мы твою золушку Я тебе серьезно говорю, конечно А в это время у восточного мудреца Я принимаю эту эстафету у Сары Джессики Паркер И передаю ее Снупдогу Исадальскому У нас очень мало времени Нужно за 10 минут из этого сделать красивую девушку То есть эволюции на это потребовались миллиарды лет? А вы хотите, чтобы я это сделал за 10 минут? Я в этом не участвую Вот вам жбан, варите зелье Пойду помою с дустом Ну Такие дела, в общем Здорово, нужна твоя помощь Курительные смеси опять запретили Я не про это, мы золушку ищем А вот она Это не она Сейчас будет она Сейчас сварим зелье, будет она Для этого мне понадобится Лапка самого быстрого кролика Глаз самого зоркого орла Надо же, пригодился Волос самого мудрого человека Вот он Так, 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 так Ой, извините, Юлия Соломонович Просто очень надо Внимание всего зала Всего зала, я говорю И самое главное Нужна слеза Самого веселого человека Ну все, это навсегда Нет, не навсегда Так, стоп, домашка Идите все сюда Все сюда идите Все идите сюда быстрее Быстрее, быстрее, быстрее Кто стрелу стрелял, тоже выходи Значит, задача Нужно сейчас Разжалобить Александра Васильевича Разжалобить? Разжалобить, я сказал Не разжаловать Разжалобить Разжалобить Ну? Ну, это невозможно! Все возможно. Сам попробую. Альцам Васильевич, представьте, дождик такой, собака лежит, вот так мокрый. Бесполезно. Ну, кто? Ребят, можно я попробую? Конечно. Спасибо. Александр Васильевич, я в высшей лиге уже с 2009 года, а вы до сих пор даже не знаете, как меня зовут. Да ты что, Сереж, ты не прав. Наоборот, получилось. Это кто? Вроде как Сережа. Ладно, пойдем на крайние меры. Дочка, иди сюда. Вот, доча, познакомься. Это Александр Васильевич. Здравствуйте, Александр Васильевич. Здравствуйте. Это из-за вас, папа, все время нет дома. Давай еще. Это из-за вас, папа пропустил все мои дни рождения. Ну, да точно, еще жалостные что-нибудь. Это из-за вас, у нас все комнатные квартиры и джип. Ну, это уже перебор, конечно. Александр Васильевич, а если честно, знаете, мы хотели вам сказать. В КВН мы пришли еще с детьми. Да, а уходим из него уже с детьми. Спасибо вам. Спасибо. Ага, прослезился! Прослезился! Давай быстрее! Быстрее, давай быстрее, неси, 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 неси. Где шпан? Давай, давай, давай. Пей, 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 пей. Вот. Сказки в жизни должно быть место. И любви дождь, что нет прекрасней. Когда снова с тобою вместе Знаем точно вот это счастье. Пусть порою мы не похожи, Но свела нас такая сила, Что свернуть вместе горы сможем, Что с тобою мы все осим. Мы хотим, чтобы эта песня, Эта песня не кончалась. И ее услышат, вы сказали, А давай начнем сначала. Я хочу, чтобы эта песня, Эта песня не кончалась. И ее услышат, вы сказали, Камазякское телевидение не стоит на месте, А уверенно падает в пропасть. И вот, к примеру, Бешеное популярность шоу Один в один на первом канале Привела к тому, Что на камазякском телевидении Сняли такое же шоу Один в один, как один в один. И победителем шоу Один в один по-камазякски Становится мэр города Камазяк. Поздравляю, спасибо. Мэр, мэр, Виктори, мэр. Стоп, снято. Все, молодцы, поздравляю. Финальную передачу сняли. Теперь давайте, знаете что, Теперь давайте предыдущие передачи снимать. Только уже с соперниками. Мне же соперники нужны, Я же не могу в этом шоу Один участвовать. Это же не выборы. А давайте у нас в мэрии Всех подзвезд загримируем и все. Не надо никого гримировать. Вот, посмотри, у нас бухгалтер. Один в один Михаил Прохоров. Но ведь Прохоров не певец. Ну это же хорошо. Зато никто не удивится, Почему ты проиграешь. Все, давай пой. Песня про Кипр. Весь покрыт офшорами, Абсолютно весь. Остров невезения Где-то в море есть. Остров невезения Где-то в море есть. Лично я оставил там миллионов. Ну вот, здорово же, Когда Беспонтова. Так, ты давай, Ты будешь у нас Батархан Шукенов. Так, подожди, стоп, стоп, стоп. Тебе надо хореографию потянуть. Ну давайте я на сальсу запишусь. Какая сальса? Ты же мусульманин, Тебе сальса нельзя. Тебе нельзя. Вот. Вот это будет мой Самый главный соперник. Вы посмотрите, Как он на Игоря Николаева похож. Спасибо, конечно, Но я плохо пою. А, вообще, Один в один Игорь Николаев. Вы знаете, Грех было бы Не использовать Игоря Николаева. Ой, сейчас как Наташа Королева сказал. Давайте, знаете, Сейчас, внимание, Давайте будем снимать передачу, Где я утираю нос Игорю Николаеву. Ой, сейчас вообще, Как Тарзан сказал. Все, давай, пой. Жизнь невозможно Повернуть назад, Хотя у Пугачевой Получилось. Ну вот, великолепно. Великолепно же, Когда отвратительно. Сразу проиграешь. Почему? Во-первых, Потому что это не твоя песня. Во-вторых, Это не твое дело. Лезешь, куда не надо. Вот, ты будешь дробыш. Не буду. Ну как это не буду? Рано или поздно, С таким отношением к людям Ты будешь дробыш. Я сказал, не буду. Прекратите мне мозги Компатировать, В конце концов, или нет? Я что, для себя стараюсь, что ли? Я во благо города Все это делаю. Вы понимаете, Что мы можем снять передачу И заработать миллион долларов? Ого! Вот тебе, ого! Все долги в Камазяке покроем. Еще на город останется. Вот, вы вообще хотя бы в жизни Вот, хоть раз Видели эти деньги такие? Нет, нет. А я видел. Ты очень много раз видел. Они у меня вот так вот на столе лежали. Я их взять мог. И что, взяли? Это не твое дело, понятно? Ты что, прокурор, что ли? Да, я прокурор. Ты дробыш! Все, дальше поедем гастролировать. В Москву поедем? Нет, в Москве вот такими Никого не удивишь. Вы вот так вот могли бы и не делать. Заткнись. Знаете что? В Латвию поедем. Там денег много. И в случае, если нас разоблачат, там смертной казни нет. Подождите, так у нас тоже смертной казни нет. Я тебе сказал, заткнись. Ты еще пойди по всему Камазяку и ты растрезвонь. Это у нас единственный сдерживающий фактор в нашем городе. Все, давайте репетировать. А эта история вполне могла произойти в одной из сочинских гостиниц. Ну вот, заходите, располагайтесь. Это ваш номер. Ой, а что это вы нам блестки на кровать насыпали? Вообще-то я рыбу чистил. Но пусть будут блестки. Извините, а можно нам номер получше? Ну там кровать побольше, чтобы там джакузи, может быть, было. Мини-бар. Можно. Только это вам на другую сторону надо. Улицы? Море. Приятного отдыха. Ладно, Коль, давай переодеваемся и сразу пойдем на пляж. Ага. Блин. Это не наш чемодан. Зашибись, поплавала в новых плавках, походила в новом платье, послал же бог мужа дебила. Да ты посмотри. Это ж целый чемодан баксов. Интересно, сколько здесь? Ну где-то 36-37 чемоданов рублей. Я просто не знаю, какой курс. Коля, что делать будем? Женщины. А давайте это разделим и разбежимся. Охренела, дети! Блин, три на два не делятся. Двоих потянешь? Коля! Да шучу, я шучу. Слушай, это ж мы теперь все что угодно можем. Я себе Феррари куплю. Слесарь третьего взряда на завод и на Феррари приехал. Ну что, не совсем дебил? Я поддержанную? Коля, слушай. А вдруг сейчас эти деньги кто-нибудь ищет, а? Здорово, бандиты. Слышь, хурма не местная. Вы что, Семена Великана на бабки решили кинуть? Не получится, я бабки задом чувствую. Они где-то здесь. Сёма, 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 ты номером ошибся. Наш Терпилов соседнем. Здрасте. А у вас утюга и плойки не будет? Да, конечно, пожалуйста. Только аккуратно, плойка чуть каратит. Это даже хорошо. Сема, не пугай людей, ну что ты как дурак, а? Коля, давай вернем эти деньги. Да нет, давай потратим. Ты что, нас за них убьют? Лучше потратить миллионы и умереть, чем вернуться в Смоленск и жить. Добрейшего дня, добрейшего дня. Здрасте. Здрасте, старший сержант Мусогалиев. А что у вас погоны полковника? Я просто хочу сегодня вечером с женой в ресторан сходить, а платить не хочу. Ладно, давайте по делу. Тут у одного постояльца в гостинице чемодан пропал. 30 тысяч рублей вознаграждение, не видели? Нет. Ладно. 40. Не, не видели. Ну, фиг с ним, 50, но я реально в ноль работаю уже. Нет, честное слово, не видели. То есть я предлагал вам 50 тысяч рублей, вы выбрали приз. Что? А, не обращайте внимания, просто в дежурке один канал показывает. Ладно, давайте. Коля, у меня такое ощущение, что же вся гостиница думает, что деньги у нас именно. Я извиняюсь. Я знаю, что бабки у вас. Если не потеритесь, я вас сдам. Что? Я говорю, у вас кондиционер не работает, давайте его в ремонт сдам. Не, спасибо, давайте в другой раз. Слышь, крысы, я знаю, что мои бабки у вас. Что? Слышь, крысы, я знаю, мои бабки у вас. Плойка коротнула. Где мои бабки? Вот. Тут все? Да, мы ничего не трогали. Тут только миллион. А было два. Да не было у нас двух миллионов. Заткнись. Короче, мы в соседнем номере. Если не будет, через три минуты миллион, а мы вас грохнем. Ну все, капец, поплавала в новом купальнике, походила в новом платье, посла же бог соседей бандитов. Добрейшего дня два, добрейшего дня два. Товарищ милиционер, хотите заработать миллион долларов? Нифига себе, у тебя вопросики. Ну-ка встань на мое место. Хотите заработать миллион долларов? Ну, конечно. Ты спрашиваешь тогда вообще? Короче, в соседнем номере бандиты сидят. У них миллион долларов. Угу. В протоколе напишу, что подрались за место на банане и поубивали друг друга. Это мой звездный час. Скоро стану миллионером. Ха-ха-ха-ха. Короче, у меня для вас две новости. Плохая, значит, теперь у них есть пистолет. Ах, хорошая. Мы должны миллион на троих. Ха-ха-ха. Что делать? А может быть вы позвоните в отделение, вызовите под ногу? Нет, ничего не получится. Так давайте я позвоню. Да там другая фигня. Там собака не сможет трубку снять. Я извиняюсь, чё шумим? О, вот. Есть дело на миллион долларов. А я в теме? Отлично. Всё, теперь мы должны каждый по 250 тысяч долларов. Ха-ха. Блин, может ещё каких-нибудь лохов найдём? Вот нормальная схема. Короче, время вышло. О, миллион на шестерых. Ха. Я смотрю, бабок нет. Вот с тебя и начнём болтун. Ха. Приближаюсь к противнику. Проход в ноги. Удар снизу в челюсть. Бездыханное тело падает на пол. Приходят родственники. Все плачут. Я лежу на двух табуретках. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, так и сделаю. Ну что, трус, стреляй. Любишь кашу с изюмом, а? Ты чё? Вы окружены. Всё, мэрика, выходи с плотнятыми руками. Ха-ха. Вот теперь у меня для вас две новости. Значит, плохая вам хана. А хорошая. Рекс сам подкрепление вызвал. Друзья, ну как вы понимаете, мы эту историю придумали. Ведь такого же не может быть, чтобы человек приехал в Сочи на отдых с миллионом долларов. Тут больше надо. Сочи на отдых.